В Чувашии введен обязательный режим ношения масок. Появляться без них в магазинах и в общественном транспорте запрещено. Сегодня соблюдение режима в Чубаксарах проверяли мобильные группы. Без маски не входить. Эта надпись встречает покупателей на дверях торгового центра в Волжске. Забыл дома или у меня ее нет, такие отговорки не проходят. Идем в ближайший супермаркет и сразу первое нарушение. Я, маска на вас, на вашем ребенке. Машиня. Так, а почему вы? Оденьте, пожалуйста, и найдите торговый центру в Маске. Хорошо. Специального дресс-кода не оказалось и на некоторых сотрудниках. Где ваша маска? Кровник, у вас кулашу? Да, вот согласно новым изменениям указа 92-го, теперь ношение маски гражданам – это обязательное требование. Вот при нахождении, получается, объектов розничной торговли, оказании услуг, выполнении работ. Вас это касается. Сейчас мы проводим разъяснительные беседы. Повторно уже, через пару дней, это уже примет санкционный характер. И будем составлять протоколы. Так что, поэтому, прошу вас найти маску. Обязательно. Если у покупателя нет маски, продавцы обязаны предложить приобрести ее на кассе. Мы не пускаем. Мы говорим, чтобы они их покупали. Пожалуйста, приобретаем на кассе. У нас есть. Сколько стоило? 49 рублей одна маска. Получить маски можно и бесплатно. На столике антисептик и одноразовые средства защиты. Можно взять готовую, можно сделать своими руками. Сами чебоксарцы новый режим оценивают по-разному. Очень позитивно. Почему? По крайней мере, кто-то не заразит. Нет, рано, не напрягает. Очень плохо. Почему? Отрицательно. Почему? Достали уже все. Положительно. Почему? Это как-то обезопасывает. Что еще? Конечно, и перчатки надо носить, но их не очень-то можно купить. Положительно. Почему? Так положено. Пандемия. Положительно. Почему? Ну, потому что мы бережем здоровье окружения. Рейды проходят ежедневно. Сегодняшние нарушители отделались только предупреждением. Но с 14 мая за отказ носить маски в общественном месте последуют первые штрафы. Штрафы, согласно этой статье, составляют в отношении граждан от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Включая предупреждение. У нас работают мобильные группы. Сегодня их 6 по городу и 2 по московскому району. Вывод из сегодняшнего мероприятия, наверное, скажет нам о том, что большая часть граждан относится сознательно к тем требованиям нашего руководства, которые обязывают носить их маски. За ношением масок следят и в общественном транспорте. Размер штрафов за нарушение норм безопасности в автобусах или троллейбусах такой же. Но сейчас главное объяснить людям, почему важно закрывать лицо в общественном месте. Мы просим вас надеть маски. У вас маски есть с собой? У нас маски. Алина Николаева. Нам бы хотелось, чтобы вы себя защищали от этой эпидемии и были всегда в масках, соблюдали свою тарию. Молодежь в основном не одевается. Многие молодежь, я как это смотрю, замечают, что молодежь не хотят. Ну, пожилые очень многие, все почти что одеваются. Количество заразившихся растет быстро. Ничего сложного от нас не требует. Без надобности не выходить из дома, соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маску. Только так мы можем остановить распространение COVID-19. Неудобно, надоело или вовсе мешает дышать – не аргумент. Ради здоровья можно и потерпеть. Рифат Фадкулин, Бахтиар Велев, Республика.